9 марта 2020 года на первом канале состоялась премьера сериала магомаев который вызвал много негатива и не очень лестных комментариев от поклонников магомаева многие события показанные в фильме не соответствуют историческим фактом а герои не похоже на своих прототипов многие зрители уверены что сюжет не удался из-за того что консультантом была супруга известного певца тамара синявская возможно этим обстоятельством объясняется тот факт что все женщины кроме синявской в сериале выглядит как-то не очень сериал больше рассказывает о биографии певицы они о муслиме магомаеве отзывы зрителей о фильме разнятся кто-то сообщает что милаш бикович сильно похож на магомаева и удачно вжился в образ а другие утверждают что сербский актер ничего не знал про певца поэтому в его образе выглядит неестественно светлана устинова которая сыграла гражданскую жену муслима по мнению зрителей совсем не подходит на эту роль она выглядит более современно девушки ссср так не выглядели в негативных комментариях зрителей прослеживается один момент большинство недовольны тем что из жизни великого певца сделали очередную мелодраму не были взяты материалы которые сохранились с тех времен сохранилось много информации и документов которые можно было бы изучить и добавить в сценарий сериала был вырван огромный кусок из жизни великого исполнителя честно говоря я этот сериал смотрю не очень внимательно признался родной брат певца по матери проживающий в мурманске музыкант юрий магомаев начал смотреть и мне сразу не понравилось реализма очень мало многое показано неправильно придуманы события которых не было чего стоят попытки сотрудника кгб спровоцировать бегство муслима за границу и его сексуальные действия в кабинете с певицей на рой кароль под которой подразумевается эдита пьеха это вообще что-то из ряда вон выходящие удивляюсь как синявская такое допустила вряд ли без нее могли что-то решить вообще я ожидал от фильма немножко большего надеялся что покажут жизнь муслима с более раннего возраста как он рос как учился вокалу но эту часть жизни авторы вычеркнули не нашлось места и для самого близкого магомаева человека нашей мамы айшет ахмедовны муслим ее всегда боготворил именно от нее ему передался певческий дар у мамы была роскошная колоратурная сопрано когда мы с ней были у муслима в гостях и она спела под его аккомпанемент соловья алябьева даже синявская обалдела елки-палки воскликнула она вот в кого муслим такой голосистый мы со старшей сестрой могли бы многое рассказать и подсказать создателям сериала но к нам никто не обращался на наше мнение всем наплевать по моему мнению фильм получился дешевый и полный избитых штампов о том как плохо жилось в ссср и как всех гнобили злобные кгбшники добавил племянник муслима певец юрий юрьевич магомаев а самое главное он далеко не магомаеве основной героиней скорее является синявская рядом с муслимом фильме только она одна такая пава что зашибись все остальные сплошные уроды и негодяи певички слабые напередок и всякая театральная моль и хотя имена и фамилии у них вымышленные всем кто знает биографию муслима понятно что имеются в виду вполне реальные люди это выглядит так будто кто-то посредством этого сериала сводят какие-то старые счеты один из режиссеров оправдывался в интервью что им пришлось вводить вымышленных героев и придумывать какие-то события так как в реальной биографии муслима якобы не хватало драматизма но это ерунда да взяли бы его мальчишеские годы когда он жил с мамой в вышнем волочке избегал из дома через форточку чтобы последовать за ней в театр почитали бы какие трогательные письма он писал маме когда она из голодного волочка отправила его в дяде в более сытый баку вспомнили бы его первый концерт в кремле где недоброжелатели громким топаньем и кликами пытались выбить его из колеи чем это не драматизм почему нельзя было показать это в фильме мне кажется авторы просто пошли на поводу усинявской и преподнесли жизнь великого исполнителя такой какой хотелось видеть ей если бы муслим был жив думаю он бы не позволил выпустить такой позорный фильм не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик чтобы не пропустить новые видео